Олег, Дима и Егор живут неподалеку и, как обычно, пошли гулять на тропу здоровья, но спокойно погонять на велосипеде и роликах им не удалось. Для начала удивились, что не знали, потом все расили, подъехали, можно нам поучаствовать, нам разрешили, мы взяли перчатки и поехали сюда. Школьников приняли в ряды борцов за чистоту, выдали им перчатки и мешки для мусора. Вместе с еще двумя сотнями человек, вооруженными граблями и лопатами, ребята отправились в лес. То, что это любимое место отдыха горожан, видно сразу по мусору и залежам бутылок. Да потому что вот когда осенью все люди сюда ходят, тут как бы свежий воздух, хорошо, но люди это все засоряют. Они сами свое же забро, куда они хотят ходить, сами все засоряют. Но это не единственная причина, по которой к осени лес становится больше похож на свалку. Это не только вина людей, но и вина власти, потому что надо ставить какие-то контейнеры, надо делать какие-то уголки, чтобы люди могли там шашлык поджарить и так далее, и так далее. Вот этим всем надо заниматься. И все это, скорее всего, на тропе здоровья начнет появляться уже в будущем году, но для начала надо территорию привести в порядок. Убрать, почистить, зачистить – это тропа здоровья, которая пользуется огромной популярностью среди жителей нашего города и зимой, и летом, где отдыхают и молодежь, и ветераны. Уже через час активной работы набралось больше десятка огромных мусорных мешков. Чтобы навести чистоту хотя бы по обочинам дороги, нужно несколько часов, сотни рук и очень много сил. А в перерыве можно было подкрепиться пирожками и чаем. После долгой работы на свежем воздухе очень вкусно. А уже завтра пройдет общий областной субботник. Принять в нем участие может каждый. Для этого надо всего-то обратиться в свою управляющую компанию. Там выдадут инвентарь. А уж место для приложения сил найдется точно. А ты придешь на субботник!